всем привет раскрашиваю портрет в дневных грезах но только не тут не только портрет но и сама иллюстрация довольно таки большая это целый разворот я закрыла немножко белым листом чтобы ничего не отвлекало а попросили меня раскрасить именно глаза показать как я это делаю лена тут на днях тоже попросила еленка 74 хобби тоже показать я как раз раскрашивала портрет на камеру и вот она попросила чтобы я показала как я именно глаза раскрашиваю я не мастер не художник а именно вот так как я раскрашиваю и хочу это и показать так взяла самые простые карандаш и брут фонар для глаз это не особо важно можно взять любые другие какие у вас есть но не очень мягкие такие средненькие ну хотя если призмами то тоже можно конечно раскрасить так для начала так выбираем тот цвет глаз который подходит именно для вашей иллюстрации так как у меня здесь девушка довольно таки такая будет и рыженькая смугленькая я взяла зеленый цвет карандаша здесь у меня на данный момент 005 от брут фонар взяла розовый карандаш да да для глаз розовый карандаш 26 номер и взяла черный карандаш и но это от приз можно взять любой также от брут фонара у меня просто от брут фонара один закончился один еще есть немножко он смотрю лежит ну ладно не суть взяла уже и поточила карандаш именно от призм карандаши должны быть остро наточенные вот и еще понадобится белая гелевая ручка можно взять маркер поско что у вас есть у меня ручка такая белая из fix price так ну давайте же начнем выбирала специально портрет выбрала этот именно специально для этого видео чтобы здесь были более такие открытые глаза потому что не всегда можно ну как бы более подробно показать как ну то есть можно их раскрасить так что мы начинаем карандаш довольно таки светлый вот и заполняю им полностью глазное яблоко да вот это наша по низу более светлые оставляем здесь чуть-чуть потемнее буду раскрашивать сразу два глаза мне так удобнее и получается более симметрично так закрашиваем пока так так и сразу же я черным карандашом закрашиваю зрачок закрашиваю тот блик который тут предполагался мы его сами с вами поставим вот и я чуть-чуть зрачок увеличиваю чтобы глаза были более выразительными зрачок чуть-чуть прям вот буквально миллиметр я его чуть-чуть увеличиваю но это не обязательно так вот следующее так еще раскрашиваем более темнее вверх от зрачка и ну получается где-то от половины берем и закрашиваем уже чуть-чуть надавливая надавливаем и со стороны тоже глаз если увидите какие-то или услышите вернее какие-то посторонние звуки это у меня тут котята бегают по дому шалят так что могут быть любые звуки от них потому что они такие так смотрите здесь у нас не доработан глаз вот получается вот здесь у нас не проработана и здесь вот так делаем я не знаю как все более подробно по научному называется детали которые я рисую или раскрашиваю так что будем вот смотреть как я раскрашиваю именно ну то есть что делаю на данный момент так теперь теперь я беру розовый карандаш он тоже остро у меня наточен и прямо чуть-чуть вокруг глаза вот прям вот чуть-чуть дотрагиваясь делаем розовинку такой добавляем прям вот еле-еле заметную сильно глазному яблоку не подходим а чуть-чуть так вот и с этой стороны также и вот здесь где мы подрисовали чуть-чуть розовый добавляем так теперь что нам нужно сделать вот тут вот века нижняя конечно не нравится мне как нарисовано сейчас я попробую его немножко добавить вот так то здесь вот линию провожу потому что ресницы у нас находятся ниже чем как бы заканчивается глаз потому что ресницы у нас находится на нижнем веке я конечно обычно кручу-верчу раскраску очень удобно немножко сейчас повернула так прям буквально чуть-чуть вот так вот и сразу глаз у нас заиграет по-другому и теперь беру этот же черный карандаш и добавляю тень по глазу прям вот совсем чуть-чуть под верхним веком уголок глаза можно взять серый карандаш не обязательно черный чуть-чуть серый или же черный как я прям вот чуть чуть-чуть затрагиваем притеняем глаз даем тень потому что глаз у нас ну как бы не совсем белая да вот сама так и начинаем верхней верхнюю часть глазного яблока закрашиваю черным то есть до зрачка не сильно нажимая прямо чуть-чуть добавляем ему тень и можно обвести сам глаз сделать его более выразительным здесь тоже это конечно глаз побольше поудобнее показывать на видео здесь глаз не очень крупный ну то что я в план себе взяла вот выбрала только такой портрет не убыстряю не обрезаю видео так как есть так и будет то есть записывают в реальном времени можно сказать чтобы было более понятно так теперь теперь нам понадобится белая ручка и там где мы сделали но если вы делали также вот как типа века нижнего там я теперь провожу белым пока лежит ручка и теперь займемся ресницами можно конечно сюда наверное сейчас добавлю немножко коричневого цвета прошу прощения немножко гремлю то что выбираю в стаканчике цвет коричневый взяла знаете какой это цвет это 71 тоже от брат фонар и вот в зеленое чуть-чуть совсем чуть-чуть добавляю коричневый чтобы глаз у нас заиграл чтобы такой более естественный был и какой-то такой оттенок можно было бы конечно если глаз было побольше проработать его получше ну не во всех раскрасках есть огромные глаза то есть так чуть-чуть добавляем так ну и теперь займемся ресницами когда вы раскрашивать сам глаз то есть обязательно века нужно оставлять чуть светлее здесь потемнее а здесь посветлее потом уже займемся бровями так у нас ресницы здесь они во-первых очень плохо проработана карандаш должен быть достаточно такой остро наточенной ну и желательно пожестче но у меня призмовские ничего страшного и начинаем рисовать ресницы ресницы рисуем не то что вот так знаете палками до такими а нужно вот плавными движениями и делать как бы вот смотрите да вот он глаз и вот здесь да не так например вот так да вы рисуете ресницы а вот в таком положении то есть получается ресница выходит у нас из под верхнего века вот в таком положении должны быть ресницы и за счет этого глазу дается вот здесь тень и мы здесь вот так рис рисуем ресницы не обязательно их рисовать прям чтобы все были ровненькие может быть одна ресничка чуть короче другая чуть меньше потому что все равно у нас ресницы ну как бы разной длине не все они идеально ровные вот с этой стороны глаза мы уже делаем то есть в эту сторону не в эту продолжаем а в эту и тоже таком же движении в таком же как бы также двигаемся и рисуем ресницы ну то есть вот вот так таком положении и глаз у нас принимает ту форму которую нам нужно а вот нижние ресницы их можно то есть просто тоже не тоже палками вот каким-то ким вот небольшим не надо вот этих вот делать как вот здесь я рисовал а просто вот так и точно так же здесь за счет этого ресницы более естественными кажется дают дополнительную тень глазу когда вы вот это делаете я не профессионал чтобы более профессионально рассказывать что я именно делаю я показываю как я рисую и раскрашиваю это не мастер-класс ни в коем случае это просто раскрашиваю вместе с вами можно так сказать так теперь у нас брови у хана карлсон всегда брови примерно одинаково нарисованы можно их закрасить сначала вот как мне под цвет она мне рыженькая сначала я полностью так закрашиваю коричневым можно взять темно-коричневый и с этой стороны тоже вот по нормальному нужно риснить свой брови рисовать конечно более с одной стороны с другой стороны то есть типа елочки делать и на нет сходит сюда на край но у нее так жирно прорисовано не хочу сейчас здесь ничего перекрывать просто вот делаем типа волосков но все равно здесь сверху я немножко ну то есть вот да у нас мне приходится рисовать что подробно то есть можно нарисовать вот так а можно нарисовать то есть вот в таком положении бровь как она у нас ну как бы правильно и находится ну как бы волоски то есть вот в таком положении выбрала конечно я такую работу очень много здесь тут же такой громадный разворот кто знает ну или вот кто сейчас может быть открыла вместе со мной рисует именно раскрашивает этот портрет тут и грибочки и листочки и змея и чего только нет вот сам портрет я раскрашивал подложка акварелью и потом дорабатывал полихром сами портрет последнее время полихром сами раскрашивала и я видео о том как раскрашиваю там портрет и не только портрет на камеру я там раскрою ну как бы показывала именно какими карандашами раскрою портрет так теперь берем белую ой 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 авария произошла кстати уже не первая ручка у меня вот так вот экспресс вылетает вот здесь не держится вот можно чуть-чуть добавить светлого удобно все-таки на камеру чуть-чуть добавила светлого но я сейчас прям вот минутку дам подсохнуть и кстати под тем же по моему видео у меня спрашивали как так я по контуру потом когда контур сделала белой ручкой и потом по нему раскрашивала карандашами промежуток от того как я сделала контур ручкой и потом раскрасила карандашами этот контур прошел как минимум час где-то или может быть минут 40 нужно дать белой ручки не только высохнуть но и как бы немножко впитаться в сам саму сам лист вот только тогда ручка у нас не сдирается то есть не снимается слой видите сейчас я не дала высохнуть но то есть прохожу черной ручкой просто убираю лишнего оставляю немножко светленьких волосков потому что они вообще все равно присутствуют нет но естественно если вы накрасили прямо именно черным черным на свои брови тогда белого там не будет от природы все равно у нас белые волоски присутствуют вот так теперь глаз определяем с какой стороны идет свет у меня изначально тут есть на носу блик тут еще на и в этом портрете необычный нос вот я его переделывать не стала раскрасил так как положено это уже увидите не знаю может быть покажу сейчас когда закончу потому что сам портрет уже готов но можно сказать немножко тут веснушки еще доработать ставим блик можно кругляшок можно квадратик ставить можно еще один блик поставить рядом то есть вот крупный до блик и поставить еще вот так рядом еще я ставлю блик в уголочек глаза вот не полностью закрываем то что тут мы там розовым раскрасили небольшой блик ну и можно вот по глазу тоже кое-где поставить блик если краску впитывает карандаш ну то есть белую но то на точке то проходим еще раз блик должен быть с той стороны с которой у нас падает цвет ну вот так у нас получается раскрашен глаз вот так у нас получились глаза ну и я думаю не каждый захочет вот столько возиться даст просто с глазами но и с портретом конечно бывает часами сидишь ну и давайте же покажу какой мне этот портрет вот такой портрет тут необычная форма носа не такая как обычно и губы были практически ну то есть просто две линии сделано то есть посмотрите если у вас есть эта книга то есть вот такой вот портрет у меня получился возможно что то еще доработаем тут вот веснушки еще смотрю нужно тоже проработать но вот сами глаза сами глаза вот так у нас получились надеюсь было вам интересно возможно кому-то полезно обязательно пишите комментарии всем спасибо за внимание всем пока до новых встреч